23 сентября в Кемеровскую епархию с братским визитом прибыл митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Программа его визита в столицу Кузбасса началась с посещения храмового комплекса Знаменского кафедрального собора. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх познакомил высокого гостя со службами и организациями, которые функционируют в Доме паломника, построенным и освященным после последнего посещения Кузбасса Владыкой Евлогием во время юбилейных торжеств по случаю 15-летия Кемеровской епархии. Мы берем то, что покупают. Мы не просто покупаем, а то, что используют. Мы просто используем. Облачения разные. Глопадки. Греческие есть тоже некоторые. Глава Кузбасской митрополии рассказал Владимирскому митрополиту о работе епархиального склада, иконописной мастерской, предложил главе Владимирской митрополии побывать в Музее истории православия на земле Кузнецкой, где краткую экскурсию для гостей провела его руководитель Ольга Ивановна Шалабанова. Все, что касается вот этой выставки и документы сохраненные, иконы, да. А вот наш первый владыка Никита в 1924 году, который был назначен, он в принципе в Бийске назывался, но у нас на земле сибирское деление же не было. Ну и все, что касается... Владыки рассказали об экспозиции православной иконы 16-го, начала 20-го веков, а также познакомили с историей православия на земле Кузнецкой, где на одной из фотографий гость узнал монахиню Раису, с которой был знаком еще по времени его жизни в Кемерове. Напомним, митрополит Евлогий родился в столице Кузбасса. Спасибо. Екатерина Васильевна. Помните бабушки с вами? Вот у вас... Вот видите вашу фотографию семейную. Ой. Шикарная фотография, да? Это мой мам, папа, в следующем маленьком был. Особое внимание владыки обратили на новый стенд с династиями священнослужителей Кузбасса, первая страница которого посвящена династии митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха и, конечно, митрополита Евлогия, который является родным дядей главы Кузбасской митрополии. В память о встрече и посещении музея Ольга Ивановна Шалабанова подарила гостю каталог по залу православной иконы 16-го начала 20-го веков и путеводитель по иконе «Страшный суд». Интересно. Будет минуточка времени. Ну, хоть для памяти. Для меня это страшный суд. Затем митрополиты продолжили осмотр комплекса кафедрального собора и посетили храм великомученика Георгия Победоносца. У алтарной апсиды Георгиевского храма погребен первый кузбасский архиерей, приз напоминаемый архиепископ Сафроний, у могилы которого митрополит Евлогий совершил заупокойную литию. По окончании краткого богослужения Владимирский митрополит поблагодарил всех за молитву и память об архиереи, которого знал лично на протяжении многих лет. Нам помощь нужна в крайнем деле спасения. Не только, скажем, пожилых людей. Но эта помощь может еще идти отмято. Почеркивать, чтобы отдать, кто что еще идет к нам, еще и отвертку, когда мы молимся. Это, знаете, заметили, что у кого как-то бывает, что они тяжелые, но он идет на кладбище, он будет любить. Вот, Бог поможет, что мы еще и отвертку можем получать потихоньку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok